Здравствуйте, с вами Олегович, это канал West Video Games, мы продолжаем игру Mass Effect. Так, мы на Феросе, и подбираемся к основной нашей цели. Так, а наша цель поиск данных. Найти надо будет консоль. И один из подписчиков мне посоветовал, вообще, после каждого основного задания, возвращаться на Цитадель, так как там могут быть дополнительные небольшие задания. Это, конечно, чуть запаривает, но была у меня мысль сейчас не доходить до конца этот Ферос задания, но и возвращаться на Цитадель, но я подумал, ёлки, сейчас пока вернусь, это целая история. Я уже после Фероса сгоняю на Цитадель, а потом перейду к последнему из основных заданий, которое у нас здесь есть, Вермайер. Так, обратный отчёт, это так, найдите канал, до этого нам надо ещё досрать, я так думаю. Так, ну вы понимаете, да? Так что давайте заканчиваем задание сначала на Феросе. Так, опять же, я хочу проверить, как вооружены мои бойцы. Так, дробовик. А вот Гарус, как всегда, какое-то говно в руки взял. Так, чувачки, давайте без этих своих шняк. Чёрт, а виртуал! Дай доступ к зашифрованным файлам! Нет, дал сам мне твой идиотский протокол. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне! Быстро отвечай мне! Я разъясню твой виртуальную задницу на куски! Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвёртого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный! В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Ха-ха-ха, что-то не видел. Так, ребятушки, а ну, влупи ему, блядь. Только если бы они могли... Нормально ещё стрелять, блядь. Я вообще не знаю, какого-то хера этот дебил в стенку стрельнул. Корпорация «Экзогени» напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Пейнен. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Пейнен. Вам что-нибудь нужно, доктор Пейнен? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне всё, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска. К тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Вид 37. Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Продолжай. Расскажи мне всё, что ты знаешь о Торианине. Торианин — это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в Акзогене знали о том, что люди заражены? Это было необходимо для определения возможности... Опыта делали над людьми. Теперь понятно, почему они вели себя как уроды. Вы должны связаться с Джокером. Джокер, вызываю Джокера. Чёрт, поле блокирует сигнал. Нужно отключить поле и вернуться в Надежду Джу. Вэи, расскажи, что ты знаешь о корабле Геттов и о поле, которое он генерирует? У меня ограниченные данные по Геттову. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить её источник. Так, разузнать. Что тебе известно о Геттах? У меня нет данных о Геттах в этом здании. С момента их появления, все мои датчики были намеренным образом выведены из строя. Я хочу узнать о корпорации Экзогений. Экзогений — корпорация, основанная людьми, которая является колонизатором в условиях новой галактической экономики. Экзогений финансирует развитие колоний и гарантирует право людей на использование ресурсов. Возможные запросы относительно политики компании следует направлять в информационный центр Экзогений. Так. Кто здесь главный? Кто руководил исследованиями? Все решения по поводу анализа местных ресурсов и находок принимает местный руководящий персонал, за исключением тех случаев, когда ежеквартальные квоты превышаются или не выполняются. Данные о сотрудниках строго конфиденциальны. Расскажи мне о Торианине. ВИД-37 был обнаружен несколько недель назад, когда небольшая группа была заражена спорами во время раскопок развалин близ Надежды Джу. В колонии немедленно был введен карантин и началось исследование инфекции. Через 21 день у 58% колонистов наблюдались изменения в поведении. Через 28 дней у 85%. Это та, что сидела там, клацала за каким-то монитором, может быть такой, что она была заражена. Это разумное существо? Можно ли с ним общаться? Торианин не демонстрирует ярко выраженного поведения хищника. Распространение спор – это действие, направленное на выживание, а не агрессия. Он вызывает определенное поведение в людях, но мы еще не знаем, способен ли он понимать, что они нечто большее, чем просто орудие. Он достаточно чужероден, чтобы на данный момент быть подвергнутым классификации. Где центр этой штуки? Торианин присутствует в виде переплетения отростков, разросшихся по всему Ферросу. Наблюдения за порабощенными индивидами предполагают существование ключевых узлов, состояние которых и поддерживают данные индивиды. К сожалению, непосредственное наблюдение за видом 37 ограничено, либо не существует. Ты знаешь, как растение контролирует своих рабов? В случае отказа выполнять приказы хозяина, зараженный ощущает сильную боль. Она настолько сильна, что у зараженного вырабатывается рефлекс, не позволяющий им сопротивляться. Предполагается, что Торианин воспринимает своих подчиненных как полезное орудие. Он относится к ним с определенной бережностью, не допуская травм, как ремесленник бережет свои инструменты. Если их действия не противоречат намерениям хозяина, им позволено имитировать обычную жизнедеятельность, пока они не получат определенное задание. Угу. Каковы размеры этого организма? Торианин имеет разветвленную структуру. В крупных нервных узлах он перерабатывает информацию, которую получает благодаря своим километровым отросткам. Было установлено, что диаметр нервных узлов примерно равен метру. Считается, что этого недостаточно для координации большого объема получаемой информации. Либо он обрабатывает информацию очень медленно, либо обладает мощным нервным узлом, который мы пока не обнаружили. Угу. Понятно. Открой мои личные файлы. Элизабет Бэйнам. Младший научный сотрудник, биомедицинский отдел. Четвертый уровень допуска. В данный момент вам объявлен выговор за несогласие с руководством по поводу утвержденной политики компании. Эти санкции могут быть сняты, если вы успешно пройдете следующую аттестацию. За что меня подвергли взыскания? Ваш статус был обозначен как агрессивный. Во время выполнения операции в надежде Джу вы выразили протест проведению опытов на колонистах. Хорошая девушка, значит. В результате вам было поручено осуществлять наблюдение за безопасностью колонистов на протяжении всего исследования. Так, все разузнали. До свидания. Так, куча информации, я вам скажу так. Так, че тут где-то? Откуда мы вообще вышли? Хрен поймешь. Давайте хоть на карту глянем. Ага, все, вышли мы отсюда, получается. Так, туда дороги уже нету, все, я понял. С этим поболтали, чуваком. Тут довольно большой комплекс, елки. Я уже вижу врагов. Так, ну покажите, что у вас за оружие. Дробовик и снайперка, молодцы. Классное оружие. Мне намного нравится больше в том, что оно не перегревается, так и... Точное. Ага. Не слишком-то аккуратно дьеты паркуются. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Сейчас обрежем эти... Эти шняги. Давайте проверим остальные. Уж где-нибудь эти уроды облажались. Здесь очень спокойно. Как думаете, неужели геты использовали это помещение в качестве храма? А вот на то мне покласть. Покласть я хочу, по-другому, я хочу рассматривать. Здесь очень спокойно. Так, давайте так сделаем. Неужели геты использовали это помещение в качестве храма? Пора здесь быть. Здесь очень спокойно. Понятно, это лень рассказывать. Ничего мне у себя. Как думаете, неужели геты использовали это помещение в качестве храма? Есть. Легкая броня. Винтовка, винтовка. Берем все. А вот на то мне покласть. А класть я хотел на детские обычаи. Класть он хотел. Так, ага. Тут сейчас будет верхний уровень. Верхний. Ага, можно и так, и так попасть туда. Я понял. Так, давайте глянем. Че там у нас? Новый уровень же. Одно очко. Офис, подготовка. Так, Рекс, что тут у нас? Что тут у нас качаешь? Деформация, да? Так, бросок, барьер. Так, давай-ка это теперь сделаем. А это и что у нас тут? Первая помощь. Поглощающее поле. Пускай будет. Так. Все, да? Давайте по снаряжению быстренько пройдемся. Штурмовая винтовка. Папапам. Дробовик Соколова, чувак. Ага, вот это получше будет. И по снайперкам 261, конечно, у тебя лучше. Так, что тут? Тут нихера нету, понял. Для Рекса ничего нету. Шепард. Освободитель. 27, 17. Говно, короче. У-у-у, что-то тут новая информация. Так, у них тоже те опоры корабля геттов. Что вы говорите? Так, а по кодексу у нас что тут? Все тихо. Так, давайте, наверное, сохранимся. Так, пошли дальше. Ах ты, ковно, кусок. Где этот? Урод, ага, вот опять защитный кран. А где он тут? Ага, не дает возможность нам туда пройти, да? Так, здесь все понятно. И что тут у нас? Тут тоже можно выйти. На верхний этаж. Я не знаю, куда лучше идти, честно говоря. А тут что у нас за защита? Ага, ну что, да, ведет дорогу. Ну, давайте ведемте наверх. О, шо это было такое? Какие-то дергания сраные. Так, тут ничего вроде бы нет интересного. Так, дробовик, пистолет, снайперская винтовка. Дробовик, дробовик. Так, 260, 300, все понятно. Снайперская винтовка. Гарпун 244. Ничего нету для них интересного. Так, пока помехи у нас на радаре. Думаю, надо оружие на изготове держать. Да, перегрев тоже тут... Существует. Что тут у них вообще? Оружие спрячем. Давайте тут рассмотрим, что у нас тут есть. Может быть, какие-то боеприпасы. Так, для служебного пользователя тестовые образцы должны были прибыть еще три дня назад, но они от колонии, нет грузового корабля, никак извести не было. Мы подозреваем, что образцы стали не управляемым, поэтому рекомендуем прекратить какие-либо контакты с колонией. Надо Крусси в случае, если ее найдут, ничего не должно указывать на нас. Вууу. Надо Крусси. Надо Крусс, надо поехать. Что скажешь? Не сейчас Шепард. Не сейчас Шепард, говоришь, да? Так, и что тут у нас? Ага, вижу, как это есть. Проходик. Так, и что там у нас? У-у-у. Привет, ребята. Привет, ребята. Похоже на какую-то изоляционную лабораторию, капитан. Я, конечно, не спец, но, по-моему, надо отсоединить хотя бы одну опору. Так, больше вроде никого нету. Давайте осмотрим тут территорию. Так, Кручное. Так, дробовики тут какие-то. И снайперская винтовка. Давайте посмотрим. Вот она. Так, и снайперская винтовка 209. Нет, не подойдет. А что нам там в задании обновилось? Так, обследуйте комплекс. Отлично, обследуем сейчас. Так, а это что тут у нас? Личный журнал доктора Гаморла. Нет, не доверяю группе Цербер. Они хорошо нам платят, но если это выйдет из-под контроля до того, как мы заработаем противоядие, это будет просто глупо. Горяд ли они скажут нам, для чего им нужны образцы, почему они хотели их отправить в систему Матана. По моим данным, там нет ничего интересного. Понятненько. Воу-воу-воу, тихо. Что ты кипишуешь? А это что такое? Ага, дверь ангара. Вы нашли запасы ремонтника, прикрепленную в консоли. Чёртова дверь в ангар снова накрыла. Созрочная работа при давлении 30 АТМ. При 34 срабатывает аварийное отключение. Но если давление находится в пределах 31-34, дверь захлопывается с такой силой, что можно резать стальные балки. почините её, пока кому-нибудь из моих ребят не отрезало руку. Таааак. И чё теперь? Ага. Подождите, подождите. Надо... Эээ... Тринадцать, да? Апточка. Двадцать восемь, да? Отлично. Ага, нам надо превысить, чтобы оно рубануло, понял? Значит, что мы сделаем? Тридцать. Блядь. Блядь, нам надо давление. Ага, давайте так сделаем. Я даже не знаю, подожди. Так, мы нашли записи для ремонтников. Таааак. Тридцать один, тридцать четыре. Блядь, точно что-то тут не допёр. Тридцать один, тридцать четыре надо, да? Двадцать восемь. Нахер. Вот так вот. Клешню отрезали. Ииии, до свидос. Ёпта, сейчас тут не завалится этот комплекс. Такой пошёл, блядь, какашечкой. Вниз, нахер. Прилепился тут, сэш. Превосходно, капитан. Поле сейчас отключится. Теперь нам надо разобраться с Тарианином. Отработка по мне. Сначала гетов покрошили. Теперь землетрясение устроили. Не теряйте бдительности. Внутри базы могут находиться ещё гетты. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. О, поле открылось. Это Нормандия. Группа высадки, приём. Капитан, не пугайте меня. Отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума подсходили. Толбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. Тарианин кипишует этот. Цветочек. Всем держаться вместе. Надо оставаться так. С минуты на минуту сюда заявятся геты. Держимся вместе и выходим одной командой. Так, хорошо. А что тут у нас? Давайте хоть глянем, где мы. Может, тут что-то приныкано. Вот, что я как и думал. Понял. Давайте унигелим. Уго, штурмовая винтовка. Терминотор. Это интересно. Неп. Я тоган. Все понятненько. Так, что по журналу у нас тут обновилось? Покиньте экзогени. А что там еще мигает? Так, узнать об выбросах. Привайте систему. Да, это нам еще предстоит какую-то систему там педалить. Хорошо. Я вот что, думаю, надо бы сохраниться здесь. На всякий пожарный случай. Так, и выбираемся отсюда. Так, а где здесь подождите-ка? А то я потерялся уже. Где выход отсюда, блядь? Так, там, кстати, еще была одна лестница. Хотел бы на нее посмотреть. Вот здесь. Куда она вообще ведет? Ага, я уже вижу каких-то чумоноидов. Точнее, это геты, конечно, но... Че-то его притянуло ко мне, блядь. Вроде все. Так, тут может быть что-то интересное. Консоль Гевина Хосла. После нескольких секунд вы загрузки получаете данные Гевина Хосла. Это да, это хорошо. Так, ручное... Так, где бы тут пролезть, а? Блядь, нет возможности даже нормально пролезть. Так, лавина и разрушитель. Что это у нас там? Ммм, такой же, как у нас. Так, тут у нас подробливка Малавина, понятно. Так, что журнал обновился, да? Передайте ОНД Хослу. Так, это я понял. Так, он находится в системе Востока, в скоплении коричневого моря, чтобы я туда выяснил, что случилось. Да, у нас тут дополнительное задание появилось. Хорошо. Но это всё будет, конечно, после цитадели, потому что на цитаделе у нас там тоже должно быть много заданий. Так, теперь можно и туда идти. Так, оп. О, появилось. А, мы же открыли барьер. Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Трианине. Я... я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но... но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда к гетте напали, я осталась, чтобы послать сообщение в министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Трианина, но питание отключилось. Я... я не хотела этого. Где Трианин? Трианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблём, как раз перед нападением геттов. Но почему геты ищут Трианина? Зачем он Сарену? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры геттов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Сейчас с ней нянчатся, блядь. Так, что у нас опять там журнал обновился? Что там хотят уже? Поговорите с беженцами, понятно. Так, ага, у нас эта дверь теперь стала доступна, да? По-моему, она тогда была закрыта, насколько я помню. Так, на радаре никого нет. Или она была открыта, блядь. Вот я не могу вспомнить. Не, она была открыта, наверное, то я уже... Меня глючит. Так, нахер открывайся. Давайте тогда, наверное, на транспорт и возвращаемся отсюда. Так, уже везде мы уже были, получается. А нам надо в лагерь обратно, чтобы туда добраться до этого инопланетного существа. Сейчас там по дороге, наверное, блядь, конкретная будет толпа народов. Так, где враги? Ага, уже вижу на карте. На хер пошел. Так, этих перемыслали. Что-то там впереди какие-то уже дымы появились. Это специально, чтобы ни хера не видели, наверное. Так, по радару пока ничего не видно, но это меня радует. Я думаю, в следующей локации сейчас будет по-любому какой-то движняк. Кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит? Отойди от радио! В чем дело? Мама твоя там кипишует. Сейчас зайдем к ним в гости, кстати, по дороге. Это Джулиана Бэйн из колонии Ферн. Пожалуйста, помогите нам. Это моя мама! Остановите! Остановите машину! Ой, что там, какой-то движняк. Сейчас чувствую, там будет перепалка. Так, давайте сохраним. О, снаряжение у нас тут тоже есть. Так, мы это потом посмотрим. Давайте сохранимся. И... Узнаем, что там за проблемы вдруг появились. Появились. Наверное, тут хрен, который там выступает за экзогений. Или его контролирует, может, уже. Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что геты вас прикончат. В базе данных экзогений я обнаружил интересные сведения о вас. И че там? Я знаю, что случилось на Акузе. Это не должно повториться здесь. Можно договориться. Никто не должен пострадать. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогений хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в ути. Да, хрен лысый. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Торианин. Уникальное существо Ферреса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джун. Существо овладело разумом местных поселенцев. В экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите. Но никто не хватится пары другой колонистов. Так. Вы зашли слишком далеко. Пора кончать с этим. Ну, раз так, делайте, что хотите. Вот так вот. Четко он его. Все сразу обосрались. Эти, по блять, мы ни при чем. А что мы не могли выбрать там два варианта ответа было? Неужто у нас не хватает навыков? Охотятся на Тарианина. Колонисты не подпустят вас к Тарианину. Они пойдут за него на смерть. Он их контролирует. И что я должен с этим поделать? Должен быть какой-то иной способ. Он есть. Может, какой-то проход другой? Для нейтрализации колонистов можно использовать нервно-паралитический газ. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инфектицид, который содержит тетрахлопин, ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Я бы вставил капсулу в оглушающую гранату. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Так, используйте в гранатах улучшение с противотарианским газом, а не обезвредят зараженных колонистов, не убивая их. Так, улучшение с противотарианским газом. Мы останемся здесь, пока вы не рассчитываете. С противотарианским газом. Противотарианский газ. Где-то он там. Так, отлично. Первого уровня, ребятушки, это что у меня, активная ткань. Седьмого уровня, все понятно. Давайте быстренько так посмотрим. Так, экзоскелет седьмого тоже. Полная жопа. Так, модулятор щита. Выше уровня пока ничего не появлялось. Так, журнал, что у нас тут? Вернитесь в порт Надежды Джон. Хорошо. Сделаем. Постарайтесь не навредить колонистам. Будь я снайпером, сидел бы в этих развалинах. Эта атака застала нас врасплох. Мы были в ловушке. А чем они оставали... Если мне удалось противостоять, так они уникли... Так, эти любят тут триндеть. Ну как, вам удалось найти мое рабочее место в развалинах? Я нашел ваши данные. Мне удалось найти данные и перенести их на ваш ОНД. Это очень хорошие новости. Спасибо большое. Так, бабло. Просто дайте мне мои кредиты, и я пойду дальше. Ну хорошо. Спасибо за помощь, капитан. Так, и унигеля мне дожидали. Ну спасибо еще раз. Так, это задание выполнено. Корпорация Экз... Корпорация Экз... Корпорация Экзогени... Пошли нахер. Так, что у нас тут вообще? По кодексам. Все тихо, спокойно, отлично. Садимся в машину и едем. К этой колонии. Надо будет там газом из ленца оторвануть. Для профилактики. Пусть подышит. Свежим воздухом. Так, к нам сюда. Так, пока никого не видно на радаре. Ага, я уже что-то вижу. У-у-у. Так. Так, ребятушки. Оп. Отлично. Кстати, уровень поднялся. Я думаю, нам надо... Так, снаряжение взять. Что у нас? Что у нас из подготовка? Да, конечно. Рекс, шмекс. Вон барьер, да, я думаю, так. Стазис пускай будет открыт. Что он дает? Так. Способности двигаться, да? Да, поглощающее поле. Боевая подготовка. Да, пускай будет еще боевая подготовка. Надо его тоже поддоострить. О, качаемся не по-детски. Так, одни трупы лежат. Эти дымы, блядь, уже кумарят, честно говоря, здесь. А он, играя в танки, World of Tanks, там тоже дымы нахер отключаю. Доедешь, чтобы танки мертвые вокруг все дымит, вообще не можно разобрать, что происходит там, блядь, на поле боя. Опачки, это что за хрен там? Вау. Какой-то с когтярами, это что за чучело? Какой-то ползун, блядь. Что это было за существо? Хрен его знает. Это точно не человек. Так, колонистов не трогать. Колонистов не трогать, даже если Торианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Хорошо, капитан. Идем. Да, жесть какая-то. Ой, блядь, идемте, но лучше на вездеход. Ползуны Торианина. Блядь, эти колонисты, сука. Сейчас мы их будем усыплять. Так, я просто думаю, как бы так поставить машину, знаете, чтобы... Так, я не знаю, как бы так поставить машину, но лучше на вездеход. Долго взрывается. Сколько у нас этих вообще гранат? Нас в ходу нам хватит их? А, хватит. Так, так, давайте удачно здесь все сделали. Что у нас-то по журналам? Так, поменьше потерь. Понял я, все. Я сказал своим не стрелять. Знаешь, видите, не стреляют, слава богу. Слушаются. Командира. Этих дебилоидов будем гасить, блядь. Так, ну тут мы и спустились. Давайте, наверное, на этом сохранимся. В следующем видео уже продолжим. С вами был Олегович, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.